Твойнефтекамск.рф Новости города. Форум. Доска бесплатных объявлений Барахока. Пиши по-русски. Твойнефтекамск.рф Социальный дом расположился на месте бывшего общежития, которое вошло в программу по расселению ветхого жилья. За полгода на этом месте возвели одноподъездный пятиэтажный дом на 40 квартир. Его и показали президенту республики Башкортостан. Он осмотрел, оценил и вынес вердикт, что дом построен на четверку. И то с минусом. Спасибо строителям, тем, кто быстро построил за полгода. Дом неплохой. Я смотрю, качество более или менее. Обычно мы привыкли, что совсем плохо. А здесь уже можно поставить четверку с минусом. Купили квартиры в этом доме 37 семей. Все участники льготных программ. Среди них многодетная семья, учителя, молодые семьи. Квартиры в этом доме им достались по льготной стоимости. Бесплатно свои квадратные метры получили 4 сироты. Им ключи от нового жилья вручил сам Рустам Закиевич. Хочу сказать, что это то немногое, что может сделать для вас государство. И, в общем-то, наша задача, конечно, вам помогать. Конечно, помогать. Раз вот так сложно сложилась судьба с самого начала, то, безусловно, мы должны вам, родители, вам добро оттуда дать. И у нас понимание вокруг нас развивается. Поэтому, помогая друг другу, мы, конечно, должны жить. Только помогая друг другу. А вас я прошу, чтобы вы из себя были уже в своих квартирах, как хозяева. Мы при этом достойны. Для новоселов получился двойной сюрприз. Поздравление и вручение ключей от президента республики – подарки от администрации города. Да и о том, что они стали счастливыми обладателями новых квартир, ребята узнали только в конце прошлой недели. Мне сказали в пятницу, сообщили об этом, позвонили. Первый раз, когда позвонили, я не поверила. Я думала, это шутка перед Новым годом. А потом, когда уже позвонила начальница органа опеки и попечительства, то я тогда уже поверила, что на самом деле дают. И я очень рада, я очень благодарна им за подарок судьбы такой, радость через край. Сегодня утром мы приехали сюда, зашла. Я была так удивлена. Во-первых, ремонт уже готовый, все готово, осталось только мебель привезти и начать уже жить. Но одного подобного дома в Нефтекамске недостаточно. Сегодня на учете в жилищном отделе администрации состоит более 2600 семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. И это без учета молодых семей. Поэтому в Нефтекамске, как и по всей республике, фонд строительства социального жилья продолжит возводить подобные дома. На сегодняшний день к сдаче будет готово 38 тысяч квадратных метров социального жилья через фонд строительства социального жилья. Плюс по программе домокомплекты, а также социального развития села будет вводиться еще 35 тысяч социальных объектов. Всего фонд планирует как заказчик выступить на 70 тысяч квадратных метров социального жилья. В городе Нефтекамске мы закладываем уже проект девятиэтажного дома, который будет реализован в следующем году по той же самой программе, и по тем же самым программам, которые используются при строительстве и реализации этого дома. Второй социальный дом в Нефтекамске будет расположен по адресу проспект Юбилейный, 38. И это будет уже двухподъездный девятиэтажный дом на 135 квартир. Причем квартиры в нем будут не только одна и двухкомнатные, но и трехкомнатные. Этот дом обещают построить и заселить уже в следующем году. Наталья Бурова, Ренат Юмакаев, информационная программа «Время новостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова